Давайте зададим себе вопрос, а почему мы относимся так к этому святому? Почему так многие люди любят его не только в России, но и далеко за ее пределами? Потому что Батюшка стяжал дух мирен, он стяжал любовь к Богу и к ближним. И вот сегодня, вспоминая о его подвигах, о его трудах, о его молитвах, о его любви к Священному Писанию и к Божественной Литургии, мы должны задать себе вопрос, а хотим ли мы быть похожими на Него? Ведь мы прославляем святого, а хотим ли мы быть таким, как Он? Иногда мы просим святых, просим, чтобы они помогли нам, чтобы они заступились за нас, чтобы они помолились Господу о нашем с вами и о наших сродниках исцеления, но даже в мысли иные из нас не держат стараться подражать их жизни, ведь к этому мы и призваны с вами. Серафим Саровский очень часто читал слова из Евангелия «Будьте святы, як уже и Отец ваш Небесный свят есть». И он захотел быть святым, захотел быть таким, как Господь, чтобы по возможности, по благодати Господа, одним словом исцелять людей. Этого нужно захотеть. И вот этот дар любви к Богу, к ближним, молитва, труд ради этого дали возможность ему стяжать этот Дух Божий, который обильно изливался на всех, кто к нему приходил. Достаточно вспомнить лишь один пример, когда Матавилов приехал очень больным человеком, которого нельзя было даже и переносить. Он с трудом, его переносили двое человек, кругом на карете, на каких-то транспортных средствах. Он сначала был очень знатным, богатым человеком, а когда заболел, он узнал о том, что есть такой святой, и повелел себя вести к нему, и когда привезли Матавилова к батюшке Серафиму, вынесли на одре, положили, то батюшка вышел к нему и сказал, «Ваше боголюбие, а веруете ли в Господа нашего Иисуса Христа?» И тот сказал, «Верю, отец Серафим, а верите ли вы в ваше боголюбие?» спросил он у больного человека, «Пресвятую Деву Марию, верую!» сказал снова больной, «А веруете ли вы в ваше боголюбие?» снова с любовью спросил преподобный, «Что Христос вчера и ныне, и вовеки тот же верую, батюшка?» И тогда Серафим посмотрел на него с любовью и говорит, «Ну тогда вы уже здоровы!» И тот почувствовал крепость сил своих, поднялся с адра, на котором его носили, и он встал и был поражен такой глубокой вере, что одним словом исцелил того, которого не могли излечить никакие врачи! Вот нам, дорогие, пример святости. Вот потому он очень хотел быть, как Господь, в любви, в милосердии, в молитве, в сострадании к людям. А мы уж не то, что как Господь, хотя призывает нас Христос, «Будьте святы!» А мы хотим быть хотя бы, как батюшка Серафим, стяжать дух мирен, никого не осуждать, никому не досаждать, стараться всех приветствовать, как батюшка встречал с любовью, а Серафимушка встречал всегда словами «Христос, воскресе, радости мои!» Каждый человек для него был радостью. Мы хотя бы вот это можем, если захотим, сможем. Так говорил сам Серафим Саровский, когда у него спросили, а почему нет ныне столько святых, как в первые века христианства? И батюшка сказал, «Оттого нет столько святых ныне, что не имеем к тому решимости». А если бы возымели решимость, тогда Господь обязательно помог бы каждому из нас, потому что Он, Христос, и вчера, и ныне, и вовеки тот же. И вот сегодня, вспоминая в Евангелии события об исцелении в Капернауме расслабленного человека, мы слышали не только о том, что Христос словом Своим исцелил его, с словами «Прощаются тебе грехи твои». И человек встал, взял свой одр и пошел, как здоровый. Но сегодня обращают внимание на то, кто принес его, его товарищи, которые, разобрав крышу, опустили к ногам Иисуса своего больного знакомого человека. Так вот, давайте, если мы не можем быть подобны Господу, если мы даже не пытаемся быть подобными Серафиму Саровскому, давайте будем стараться быть хотя бы подобным тем товарищем, который не оставляет в беде своего ближнего. Ведь с этого все и начинается. Как можешь любить Бога, которого не видишь, когда ближнего своего, которого видишь, ненавидишь? Вот с этого начинается отношение друг с другом, каждого из нас, в семье, к своим родным, близким. Давайте в подражание батюшке Серафима хотя бы обретем мир, будем меньше осуждать друг друга, будем меньше злословить друг друга, меньше раздражаться друг с другом. В разговоре, особенно в семье, я прошу вас и призываю, будьте святы, якоже Отец ваш небесный свят есть. И тогда ваша семья будет не местом мучения и каторги, а раем, где все любят друг друга. Это очень тяжело. Нужно стяжать этот дар Духа Божия, этот Дух мирен. Тогда действительно вокруг тебя спасутся тысячи. А если мы сами, раздраженные, гневливые, осуждающие, себя любивые, тщеславные, гордые, да рядом с нами, кто почувствует себя спокойно? Вот для того, чтобы люди вокруг нас чувствовали себя лучше, спокойнее, увереннее, нам нужно преображаться самим. Вот куда зовет нас христианство. Нисколько ты свечек поставил, поклонов, и сколько раз ты храм посетил. Насколько ты от посещения храма стал чуточку лучше. Вот этого мне хотелось бы пожелать всем нам. Становиться после каждого богослужения лучше, чище, ближе к Богу, умиротвореннее, спокойнее. И никаких не должно быть с нашей стороны раздражений. Вот то плохо, то не так. Все нам плохо. Батюшка Серафим Саровский умирая, как раз произнес эти слова, которые пусть будут всем нам благословением. Он сказал, спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте. Днесь нам венцы готовятся. Это были последними словами батюшки Серафима. Обратите, пожалуйста, на них внимание. Спасайтесь. Спасайтесь от чего? От этого лукавого мира, где все друг друга ненавидят, где грех и порог царствует. А вы, по слову Серафима Саровского, спасайтесь от этих грехов. Живите в мире, любите Бога, любите друг друга. Вот в чем путь нашего спасения. Стяжите мирный дух, когда у всех будет дух злобы, дух ненависти, дух раздражения. А вы стяжите дух мирен. Спасайтесь. Не унывайте, сказал батюшка. Потому что будут такие времена, когда будет уныние по местам и страх, от которого люди будут издыхать от ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Вы слышите? Люди будут умирать от страха ожидания бедствий, грядущих на вселенную. И вы посмотрите, что творится в мире. Топит Германия, Дания. что творится в Европе. Пожары, потопы, наводнения. Уже сходит земля со своих мест. А мы все не каемся. Мы думаем, что это просто стихийные бедствия. Но мы видим, как это уже по всему миру. Бог предупреждает всех людей, люди. Не забывайте о своем Создателе. Небо и земли. Потому что в его руках и дождь, и град, и солнце. Все он сотворил. Молитесь ему. Потому что как только вы забудете все это усилится в земле, на которой вы живете, и как только вы приблизитесь ко мне, я приближусь к вам, говорит Господь. Вот поэтому, дорогие, как важно нам не унывать, когда все это будет происходить, а бодрствовать. Вот тогда, по слову батюшки Серафима, сегодня, днесь, нам венцы готовятся. Они уже готовятся для тех, кто будет стараться спастись, кто не будет унывать, и в молитве и трудах во спасении своей души будет бодрствовать. Субтитры создавал DimaTorzok